33-й день боевых действий на Украине. Байден накануне выступил в Польше и пообещал долгую войну. Мы должны быть сплочены сегодня, завтра и десятилетия спустя. Следующий раунд российско-украинских переговоров пройдет очно в Стамбуле, заявил Мединский. Последние несколько встреч проходили в онлайн-формате. В ЛНР допустили референдум о вхождении в состав России. Впрочем, сейчас подготовка к нему не ведется, заявил пасечник. Украина тем временем просит штаты ежедневно поставлять по 500 комплексов «Джевелин» и «Стингер». В Пентагоне заявили, задача выполнимая, производство будет увеличено. Германия отправила на Украину полторы тысячи зенитных комплексов, 100 пулеметов и 8 миллионов патронов. Ранее в Бундестаге заявляли, что возможности по поставкам оружия исчерпаны. В Черном море нашли уже три дрейфующих мины. Ранее в Минобороны заявляли о десятке снарядов, оторвавшихся от тросов возле украинских портовых городов. Йемен снова бомбят. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала свою военную операцию против хуситов. Цель – защитить нефтяные объекты, которые на днях были снова атакованы. Бомбардировкам уже подверглась йеменская столица Сана и портовый город Хадейда. Эмираты согласились нарастить добычу газа на треть. Шольц надеется избавиться от российской нефти и угля уже в этом году. Песков пригрозил перекрыть вентили Европе, если та откажется платить за газ в рублях. Блинкин в Израиле убеждает власти этой страны, а также Египта, Эмиратов, Бахрейна и Марокко усилить давление на Россию и не мешать сделке с Ираном. В Пентагоне заявили, российская разведка использует Мексику в качестве плацдарма для разведопераций в США. Глава Индотихоокеанского командования Пентагона Аквилино заявил, на Тайване может полыхнуть в любую минуту. Армянский МИД заявляет о продолжающемся вторжении азербайджанских военных в Нагорный Карабах. Баку требует от России обеспечить вывод армии Армении из региона. В Ереване просят Москву сделать то же самое с азербайджанскими военными. В Карабахе третий день военное положение. В Индии профсоюзы начали двухдневную общенациональную забастовку. Ожидается, что в ней примет участие больше 200 миллионов человек, недовольных политикой правительства. Энергетики, водители, сталелитейщики и фермеры, среди прочего, требуют повышения зарплат и легализации контрактных рабочих. Ряд индийских штатов уже запретил госслужащим присоединяться к забастовке. Байден решил ввести налог в 20% на доходы миллиардеров. Мера коснется 700 домохозяйств, которые владеют имуществом больше, чем на 100 миллионов долларов. Песков вступился за отечественных олигархов. У них, как на Диком Западе, отбирают, цитата, «честно заработанные яхты и самолеты». Кризис и санкции затронули уже больше половины российских компаний. Среди малых и средних расходы сократили больше 80%. Каждый четвертый работодатель сократил штат, каждый шестой урезал зарплаты. Граждане на этом фоне стали брать меньше микрозаймов. Средняя сумма упала до трехлетних минимума. Минтрут уверяет, массовых сокращений не планируется, а патриарх Кирилл призвал воспринимать увольнение как личный крест и возможность искупить грехи. Правительство предлагает официально разрешить гражданам работать на двух работах. Устроиться на новое место можно будет, не покидая старое и не расторгая договор. Минтрут тем временем запланировал выйти из соглашения СНГ о пенсионных гарантиях. Это позволит сэкономить больше 2 миллиардов рублей за два года. Продовольственный дефицит докатился до рестораторов и зоомагазинов. В ресторанах перебои с поставками овощей, салатов, рыбы, соусов и сиропов. Часть импортных товаров перестали поставлять, отечественные производители задрали цены в полтора-два раза. Из зоомагазинов ряд кормов исчезли, оставшиеся подорожали вдвое. Минздрав ищет замену иностранным лекарствам. В регионы разослано письмо о возможном дефиците почти 40 препаратов, в том числе для лечения онкологии. Областным властям предложено заранее позаботиться об аналогах. Росздравнадзор по-прежнему уверен – дефицита не будет. Росрыболовство предложило пересмотреть рыбные квоты в Беринговом море. Это позволит удвоить улов, но обидит американских рыбаков, которым сейчас достается 80%. Ресурсы и границу поделили Шеварнадзе и Бейкер, когда разграничивали континентальный шельф. Лоукостер «Победа» сокращает авиапарк на 40%. На все самолеты не хватит запчастей. Производитель МС-21 в этом году построит только два самолета вместо четырех. Американских двигателей больше нет. Российские появятся в лучшем случае через два года. Правительство планирует отказаться от строительства высокоскоростной магистрали из Москвы в Питер. Полутора триллионов рублей на это теперь тоже нет. Лаборатория Касперского включена в список угроз нацбезопасности США. В этом же списке несколько крупных китайских IT-компаний. Крупнейшие банки Японии порвали отношения со Сбером. Финляндия вслед за пассажирским остановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией. Минюст включил немецкую волну в список иноагентов, а российские издательства отказываются печатать литературу, на обложках которой упоминаются запрещенные Facebook и Instagram. Служба по техническому и экспортному контролю грозит отозвать лицензии на полсотни иностранных программ. В этом случае на поиск замены у компаний и ведомств останется лишь 2-3 месяца. Минстрой из-за ухода западных производителей ПО готов на год отложить цифровизацию госстроек. В IT-отрасли заявили, ресурсы имеющегося оборудования хватит на полгода, дальше возможны перебои со связью. Google заблокировал выдачу лицензий для российских смартфонов на Андроиде. Отечественное приложение Росграмм должно было заработать сегодня, но не заработало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова